Доброе утро, рада вас всех сегодня видеть на сегодняшнем нашем вебинаре. У меня самый удачный вебинар, самый классный, это уход за лицом, потому что каждая женщина мечтает быть ухоженной, красивой, а каждая женщина мечтает об идеальной коже. И вот как раз мне этот вебинар сегодня будет именно об этом. Мы сегодня поговорим о красоте, о красоте кожи. Это один из самых важных вопросов для нас. Каждая женщина мечтает быть красивой, ловить на себе восхищенные взгляды. А понятие красоте, оно конечно менялось пеками, но во все времена красивой считалась ухоженная кожа. Без прыщиков, без воспалений, без морщин и других проблем, с которыми сталкивается каждая женщина. Чем и как правильно ухаживать за кожей, как правильно подобрать средства из массы продуктов, которые есть, и получить тот эффект, который хочется. Ну и конечно же не попасть на подделку. И как это, да, то есть то, что в Reflame подделок нет, об этом я тоже сейчас акцентирую ваше внимание, чтобы вы понимали, какое качество вы покупаете. Прежде всего хотелось бы начать с того, почему выбрала я компанию Reflame, даже почему выбрала продукт Reflame прежде всего, почему он мне нравится. Во-первых, то, что это натуральная шведская косметика, она выпускается по европейским стандартам, проходит 8 ступеней контроля качества, а при ее производстве применяется сырье и экстракт только органического происхождения. В их число входят растительные масла, соки растений, экстракты цветов, которые привозятся со всех уголков земного шара. В Reflame есть свои центры исследования кожи, их два, в Швеции, второй в Дублине, в штате которых более 100 ученых, которые работают над нашими средствами по уходу за лицом. В центре исследования кожи проводятся сложные научные исследования, результатом которых является создание уникальных запатентованных технологий, которые дают преимущество над конкурентами. То есть, что такое запатентованная технология? Это значит, что данного качества продукт вы можете купить только в Reflame. А данный состав, именно в том виде, в котором он есть, есть только в Reflame. Ни в одной другой компании данного продукта с данным эффектом вы купить не можете. То есть, это является патент именно компании Reflame. У нас их уже более 150, то есть очень-очень много. Работа над новой косметикой обычно занимает от года до 7 лет. Это мы сейчас с вами видим красивые баночки. Уже можем это все попробовать. Но это очень-очень серьезный труд, который занимает много-много времени. А в результате опыт исследователей помогает создать средства, сочетающие силу природы и современные технологии. Также на баночках вы будете видеть, конечно, не только Швецию. Потому что часто бывают вопросы, если это шведский продукт, почему на баночках мы видим Польшу и так далее. Да, у нас есть свои заводы. У нас их 5, как минимум. Это Польша, которая находится в Польше, Варшава. Это в Швеции, это в Индии, в Китае и в России. Также есть 150 заводов разных стран, которые сотрудничают с компанией Арифлэн. А компания размещает заказы по изготовлению продукции на заводах Европы. Это Франция, Англия, Германия, Италия, Бельгия и так далее. Которые, конечно, удовлетворяют международные стандарты, качество и экологии. Поэтому на баночках нашей продукции, конечно, вы будете видеть не только Швецию. Что касается по уходу за лицом, то особенно крема. Крема, конечно же, у нас все производятся в Польше. Поэтому не пугайтесь. Это наши разработки. Это разработано в наших центрах исследования кожи. Но просто это производится на наших же заводах, которые размещены в других странах. Вот те факторы. И что еще важно, что вы покупаете продукцию в компании напрямую. Между вами и компанией нет посредников. То есть никто не может подделать продукт. Компания отвечает за качество. Ни одна нормальная уважающая себя компания, конечно же, себя подделывать не будет. Потому что Арифлэйм ценит качество, отклики клиентов и так далее. Поэтому вы всегда будете получать то, что написано. И те результаты, которые вы, возможно, обращаете в каталогах, клинические исследования проходили. И было там столько-то женщин участвовало. У нас в исследованиях участвуют только, конечно же, добровольцы. И поэтому действительно участвуют и женщины, если это крема. И те проценты, которые вы видите, соотношение после 12 недель использования. Это действительно были исследования, были тесты, которые мы получили. Я ценю качество, натуральность и результат, который получаю от продукции Арифлэйм. Поэтому выбрала ее и рекомендую, конечно же, вам. И прежде чем перейти к этапам ухода и ассортименту, который у нас есть, давайте немного вспомним биологию. Возможно, конечно, не каждый из вас любит сильно биологию, да? Но мы сильно в нее углубляться не будем. Мы поговорим только о коже, только о структуре кожи совсем-совсем немножко, для того, чтобы вы понимали, как действует крема, как действуют очистки, зачем это вообще нужно применять. Итак, кожа состоит в трех слоев. Это эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка. Как видите, первый слой это эпидермис. Он самый тонкий слой. Он представляет собой многослойный такой эпиделий, который состоит из пяти слоев клеточек. А самый нижний – это базальный слой. В нем наиболее активно протекают процессы деления, метаболиза, да? То есть, где-то обменные процессы. А клеточки перемещаются вверх. При перемещении они уплощаются, теряют ядро свое, да? И, конечно, теряют содержание воды. И у них оно уменьшается. Таким образом, верхний слой, который вы видите, роговой слой, он состоит из мертвых клеточек. Да? Там, где не проходит никакого обмена веществ. Поэтому этот слой, конечно же, нам важно очень убирать. Убираем мы с помощью гелия и с помощью скраба. Потому что, поскольку там не проходит никаких обменных процессов, он тормозит обменные процессы в эпидермисе и дерме. А сколько, поскольку будут тормозить обменные процессы, значит, снова же, да, будет увядание кожи. Вот, поэтому очень важно этот роговой слой, конечно же, убирать с помощью средств по очищению кожи. Вот то, что касается базальной мембраны, та, которая самая, да, нижняя, о которой только что говорила. На базальной мембране находятся клеточки, которые называются меланоциты. А меланоциты, они выполняют защитную функцию, так как выделение меланина является ответной защитной реакцией на ультрафиолетовое излучение. Меланин, он окрашивает кожу в коричневый оттенок. От этого зависит цвет кожи. А количество клеточек, конечно, у нас, да, одинаковое, но в зависимости от больших или меньших, темнее или светлее. Возможно, вы обращали внимание, у людей, да, вот на отдельных участках может нарушаться вот работа меланоцитов, и кожа окрашивается или в темные, или светлые оттенки. То есть, есть такие вот белые пятнышки на коже, да, либо темные пятнышки на коже. Это идет нарушение работы именно меланина. Вот, да, вот так визуально вы на картинке можете видеть. Вот поэтому мы видим белые пятнышка, либо пигментные пятна, которые, да, уже темные. Это именно нарушается выработка меланина. То есть, чем больше вырабатывается меланин, конечно, тем более темнее будет сам оттенок кожи. То есть, для чего говорю, для того, чтобы вы понимали, как этот процесс происходит, и почему нам нужны снова же и солнцезащитные средства, о которых мы поговорим дальше. Для того, чтобы не нарушалась именно выработка. В норме процесс перемещения клеточки по всем слоям, он занимает где-то около месяца. Но время продвижения клетка зависит еще и от возраста. В детском возрасте клеточки обновляются раз в 4 дня. К 20 годам 3 недели, к 25 годам 4 недели, к 40 годам до 80 дней и после 50 – около 100 дней. Поэтому нашей коже, чем мы старше становимся, тем сильнее нужна защита, тем особенно важен уход, тем особенно важно очищение нашей кожи, скрабирование нашей кожи. То есть, добавлять скрабы в уход за кожей. Потому что, если этого нет, то снова же мы помним, в коже замедляются все процессы обновления, и наша кожа становится уставшей, она теряет свою упругость, эластичность и так далее. Следующий слой, который вы видите после эпидермиса – это дерма. Это самый важный слой. Вот такое розовенькое, нарисованное розовым цветом, выделено. Это такое вещество, которое называется гликан. Его основой является гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота связывает воду и превращает ее в гель. То есть, о чем это говорит? Когда мы говорим о кремах с увлажняющим эффектом, то это говорит о том, что именно гликан приобретет увлажнение, которое мы получаем с кремом, именно в гель. И становится гиалуроновой кислотой. А что это значит? Что кожа будет упругой. То есть, чем больше у вашей кожи идет гиалуроновая кислота, чем больше вы увлажняете вашу кожу, тем больше она не будет терять упругость. Здесь также находятся клетки фибробласты, которые еще называются келлагеновая и эластиновая волокна. Вот они отвечают за упругость. Именно благодаря им наша кожа находится в том состоянии, в котором она есть. Как только, когда в деревне уменьшается количество коллагеновых и эластиновых волокон, ухудшается упругость, ухудшается эластичность. Как пружины в матрасе. Помните, да? Старые наши диваны, еще СССРовские, у которых были вот эти вот хорошие такие пружины. Когда мы садились постоянно в одно и то же место, эта пружина, она вылазила, да, и получалось в этом месте вот такое углубление. Вот это можно также и провести аналогию с нашей кожей. То есть, где больше чаще всего и быстрее всего появляются морщины, это мимические морщины, больше всего, куда мы делаем упор. Вот, и если нету достаточного ухода увлажняющего за кожей, то вот получается, что мы будем получать более глубокие вот такие вот морщины. Кожа будет опускаться вниз, терять упругость, появляются вот те, да, как бы мимические морщинки. И уменьшается количество гликана, которое связывает воду и превращает, да, вот гиалуроновую кислоту в гель. Если гиалуроновая кислота становится меньше, влага испаряется, кожа становится тряблой. К 20-25 годам становится еще меньше кровеносных сосудов, да, в нашей коже. Стенки кровеносных сосудов, они теряют свой тонус и становятся видны через кожу. Появляется красная сетка. Она появляется, особенно у тех, кто не начинал использовать защитные крема. Уход за лицом уже желательно начинать с 14-15 лет, уже у нас есть серии, которыми можно пользоваться. То есть уже начинать защищать нашу кожу от вредных воздействий окружающей среды, которая будет влиять на нашу кожу. Поэтому красную сетку, в принципе, мы можем предотвратить на лице. И следующий слой – это подкожно-жировой слой. Он служит теплоизолирующей, да, прокладкой от всех механических воздействий. В принципе, на лице мы на него никак не влияем. Но на лице есть места, на которых подкожно-жирового слоя нет. Это область вокруг глаз и область губ. Во-первых, там находится меньше сальных желез, да, которые будут увлажнять нашу кожу. Конечно же, когда мы ухаживаем за лицом, то основные средства, очищающие и тонизирующие, мы наносим, минуя область вокруг глаз, дабы ее еще более не пересушивать. Вот, какие средства есть для области вокруг глаз, мы поговорим дальше. И каким образом ухаживать за этой областью, да, мы будем рассматривать далее. Что такое морщина в 20, 23, 25 лет? Это наклеенные омертвевшие клеточки эпидермиса. То есть это является преломлением. Они налипли одна на другую. Мы их не отшелушили вовремя. И клетки начинают преломливаться. Они мешают другим клеточкам обновляться. Замедляется обновление на уровне эпидермиса. Да, это значит, мы уже говорили, что замедляется на уровне дермы. И если мы на нее не обратили внимания в 20 лет, то в 35 лет мы получим очень глубокую морщину. Сейчас вам ее покажу на картинке. Вот так она будет выглядеть, да. Рассмотрим, да, вот какая молодая кожа. Видите, коллагеновые эластиновые волокна, они ровненькие. Абсолютно идеальные. К 35 годам коллагеновые эластиновые волокна уже нарушены. Вот ямочка, это та морщинка, о которой мы говорили. Тот матрас, тот диван, о котором мы вспоминали, да. То, что морщина, на которую мы не обратили внимания изначально. Вот так она вот где-то, если визуально посмотреть, так вот она будет выглядеть вот такой вот ямочкой. С 25 лет мы начинаем стареть. Первое изменение кожи – это преждевременное старение. Да, на это старение влияет два вида старения. Это хроностарение, еще, как бы можно сказать, биологическое старение. У всех есть хронологические часы или хронологический возраст. Это также касается кожи. Со временем наша кожа теряет свою способность функционировать, как прежде. Поэтому ей, конечно, нужен дополнительный уход. А второй фактор – это фотостарение. Ученые изучили, что больше всего влияет на старение кожи – это фотостарение. На 70% по сравнению с другими факторами. Поэтому очень важно, да, как мы ухаживаем за кожей, как мы защищаем ее, особенно в летнее и зимнее время. Да, в любое время. Есть и на нас защитные крема, которые будут защищать именно от фотостарения. Какие же визуальные признаки хроностарения вы можете увидеть? Ну, в 20 лет это намечаются лобные и носогубные складочки. 25-30 – это мелкие морщинки на веках. 35 – складочки на веках. 35 – морщинки на шее уже могут появиться, да, если не было ухода, не было защитных кремов. А снова же, да, наше лицо заканчивается там, где заканчивается наше декольте. Вот, поэтому наносим крема обязательно и на область декольте, чтобы не было складочек на шее. 45 – это гусиные лапки, конечно, которые уже можно увидеть, да. 50 – это морщины на кистях рук и мочек ушей. И 55 – морщины на подбородке. Повторюсь, да, что фотостарение – это старение под воздействием солнышка. Как же оно проявляется, как это можно увидеть? Во-первых, это легкая морщинность, то есть морщинность будет на лекции, мутноватость. Легкое загрязнение. Что значит легкое загрязнение? Пигментация. Появляется первая пигментация какая-то, да, вот такая. То есть тон кожи уже не такой идеальный, не такой ровный. Пятна, могут быть пятна гиперпигментации. Очень видно, да, когда уже сильная пигментация на лице, когда они коричневая, темного оттенка являются. Ну, конечно, это снижение эластичности кожи. Это обязательно снижение эластичности будет, потому что кожа никак не была защищена. Теперь давайте посмотрим, какими коллагенными волокнами обладает наша дерма. Молодой кожа. Молодая кожа – это у нас картинка до. Если мы не используем никаких косметических средств, защитные крема мы не берем во все внимание, то есть кожа, как говорим, мне повезло, у меня кожа хорошая, то как бы мы не хорохолились, но ближе к 40 годам мы получаем вот такие волокна, как на картинке после. То есть они будут разорванными, они не будут эластичными, кожа теряет упругость, кожа не будет наполнена влагой, то есть не будет вырабатываться гиуроновая кислота. Поэтому вы понимаете, почему с 30 лет мы уже предлагаем антивозрастной уход. И да, и потому что уже с 25 мы начинаем наши изменения, кожа начинает меняться, замедляться процессы наши биологические. И в 30 лет крем алоэ не подойдет, потому что уже надо немножко сильнее крема подбирать, который будет уже влиять на первые изменения кожи. А крем алоэ – это классный крем, который будет подходить для 20 лет. То есть каждые 5-10 лет наша кожа нуждается в более сильном воздействии. Итак, проявление фотостарения на коже. Слева вы видите пигментацию, справа вы видите лутинные лапки. Ну вот как вы думаете, сколько этой женщине лет? Просто интересно, да, как бы вы определили по коже просто, какой возраст этой женщины. Если можно, напишите в чате. 80. Да, по коже действительно можно сказать, что 80. На самом деле этой женщине около 60 лет. Около, то есть даже 60 лет нет. О чем это говорит? О том, что не было ухода за кожей, не было защитных кремов. То есть и вот таким образом мы получаем вот такую кожу, да, еще женщине нету 60 лет, и вот такой некрасивый оттенок, некрасивые морщины мы имеем. Поэтому очень важно прислушиваться к тем рекомендациям, которые вам дают по уходу за кожей. И вот сегодня мы, конечно, поговорим об этих уходах. Очень важно, чтобы в дневных кремах было SPF-фактор. SPF-фактор – это солнцезащитный фактор, который будет защищать вашу кожу от этого фотостарения, чтобы кожа ваша выглядела около 60, чтобы вас посмотрели на вашу кожу и сказали, ой, по-моему, этой женщине только 40 лет. Да, так что я думаю, что с помощью косметики Reflame мы этого обязательно добьемся. Итак, типы кожи. Какие же есть типы кожи, да, перейдем уже более ближе на землю. Есть тип кожи нормальной. Нормальные обладательницы этого типа могут просто похвастаться отсутствием жирного блеска, стянутости, расширенных пор, то есть, как говорится, да, мне повезло. Но, тем не менее, все равно за нормальной кожей должен быть уход. Почему? Я думаю, вы уже понимаете, да, свыше сказанного. Жирная кожа – это расширенные поры, это жирный блеск по всей периферии лица, могут быть высыпания на лице, да, если высыпания на лице, то это уже проблемная кожа. Вот, сухая кожа. Сухая, очень тонкая, ощущение стянутости и малая эластичность. Такая кожа больше всего склонна к раннему появлению морщин, особенно, если был недостаток защиты от воздействия внешних факторов. Снова же помним, крема без SPF-фактора, да, то есть, или вообще их отсутствие. Вот, поэтому у нас, в нашем регионе, в принципе, да, вот мало у кого очень сухой тип кожи, а в основном это жирный комбинированный. Но, тем не менее, сухая кожа, она либо уже с детства, ну, также с возрастом у нас кожа становится суше, и к 60-ти годам она действительно уже является сухой. Если раньше была жирной, да, там 20 лет была жирной кожей. Чувствительная. Чувствительная может быть любая из вышеперечисленных абсолютно, и может быть и жирной, и комбинированной, и сухой. То есть, абсолютно любой. Чувствительная она может быть приобретенная, может быть врожденная. Врожденная, понятно, аллергические реакции, ну, это уже, как бы, против этого не пойдешь. А вот приобретенная, это можно предостеречь, пользуется правильными средствами, которые не будут нарушать пиаш вашей кожи. Ну, конечно же, еще чувствительность кожи, она еще также зависит от наших внутренних органов, да, как мы питаемся и так далее. Поэтому, в принципе, это можно предостеречь, ну, это правильное питание и правильный уход. Итак, прежде чем перейти к уходу, хотелось бы еще сказать, что, как наносить крема, как наносить все очищающие средства, тонизирующие на наше лицо. А все косметические средства нужно наносить по массажным линиям, линиям наименьшего натяжения кожи. Используя эти линии, мы не натягиваем кожу, а сохраняя эластичность и тонус, и препятствуем образованию морщин. На линии идут от центра к периферии. И при нанесении всех средств, которые не предназначены для области вокруг глаз, мы наносим обязательно, минуя эту область. То есть, да, а вот те средства, которые предназначены для области вокруг глаз, вы видите, стрелочка, да, показана, каким образом их наносить. Итак, этапы ухода за кожей – это очищение, тетонизирование, увлажнение и защита, питание и восстановление, уход за кожей вокруг глаз, также дополнительный уход, да, тоже можно сюда добавить. Очищение. Очищение кожи удовлетворяет ее базовую потребность. Восвобождение от избыточного жира, грязи, омертвевших клеточек кожи, да, которые собираются на роговом слое, о котором мы говорили, отлично убирает остатки макияжа. Процедуру очищения важно проводить два раза в день. Утром от избавления от кожного жира, который скопился за ночь, а вечером от загрязнений и косметики. А вот какой выбор конкретного средства, зависит, конечно же, от типа кожи, да, и сухой тип кожи – это будет молочко, которое будет питать вашу кожу. Жирный комбинированный – это гель и гель пенки будут очень хороши. Еще хотелось бы сказать, что очистка, она открывает пору. Она открывает пору и чистит пору изнутри, для того, чтобы наша кожа была чистенькой, да, и вот убрать все те накопления, которые у нас есть на протяжении дня или ночи. Следующий этап – это тонизирование. Что делает тоник? Тоник используется для удаления остатков очищающего средства, от удаления макияжа, посвежает кожу, сужает поры, восстанавливает коже естественный пиаш, который немножко, да, чисточка немного нарушает, потому что все-таки она очищает, да, вот кожу открывает поры, и подготавливает кожу к воздействию других косметических средств. Тоник не смывается водой. Очень важно, чтобы тоник был той же серии, что и очищающие средства, так как они взаимодополняют друг друга. Особенности, если вы видите очищающие и тонизирующие средства, да, они у нас даже по цветовой гамме, они у нас будут одинаковые. Вот, поэтому вот тоник для сухого типа кожи, он способствует большему выделению сального секрета и меньшему выделению молочной кислоты, а для жирного типа кожи он способствует большему выделению молочной кислоты и наоборот меньшему выделению сального секрета, чтобы блокировать, да, вот это выделение. Увлажнение и защита Увлажняющие, стимулирующие, омолаживающие ингредиенты, в которых запатентованы растительные комплексы. Еще раз повторю, что дневные кремы рекомендуются с 14 лет как минимум. Крем наносится по массажным дневням, исключая область вокруг глаз. В летнее время наносим за 1 час до выхода на улицу, чтобы крем успел питаться. Зимой за 2 часа. Следующий этап это питание. А как же мы питаем? Это с помощью ночных кремов. Ночные крема восстанавливают функции кожи, активизируют обменные процессы, насыщают кожу питательными веществами. Ночные средства имеют более мощную форму, чем дневные крема. Поэтому рекомендуется по применению с 25 лет. Когда начинают истощаться естественные ресурсы кожи. То есть помним, с 25 лет наша кожа начинает немножко, да, да не наша кожа, а мы вообще, наши биологические часы начинают замедляться. И через 20 минут, когда вы нанесли ночной крем, можно промокнуть излишки крема просто салфеточкой, дабы не было тяжести, да, вот такой на лице. Что касается ухода, да, вот повторюсь, почему важен, чтобы уход был с одной серии. Это очистка, это тонизирование, крем по возможности, да, тоже с одной серии, если он будет подходить вам по возрасту. Ну, представьте, что вы купили крыло от самолета Boeing, руль от трактора «Беларусь», двигатель от пылесоса «Филипс» и колесо от велосипеда «Орленок». И спрашивайте, почему я никуда не еду. Вот это ответ, почему средства по уходу за лицом мне не помогают. Потому что, значит, мициально просто, то есть, надо правильно подбирать продукцию, чтобы она была с одной серии, чтобы она была с одной компанией. Тогда вы получите этот результат, который обещает компания, которая обещает крема, да, то есть, вы это получите. Но если вы сделали, как вот я только что прочитала, с трактором «Беларусь», да, то есть, то тогда не получится. А также хотелось бы отметить любителей умываться мылом. Да, многие любят умываться мылом, и вот для них это вот комфортно, вот кажется, что прям вот очистилось. Мыло предназначено для мытья рук, ну, в крайнем случае для тела, и то для тела тоже это щелочь, да, то есть, лучше брать гелий для душа. Если мыло антибактериальное, это не значит, что нужно скорее умывать свое личико, надеясь избавиться от прыщей. Такими действиями вы еще более усугубите ситуацию. Кожа имеет защитную жировую пленочку и находится в кислой среде, что является важным фактором защиты от микробов. В мыле содержится много щелочек, которые меняют кислую реакцию кожи, способствуют ее сухости, потере эластичности и, как итог, преждевременному старению. После такого умывания требуется не меньше 5 часов для того, чтобы ваша кожа восстановилась. То есть, покрылась естественной смазкой, обладающей кислой реакцией и могла выполнять свою бактерицидную функцию. Обожиренная кожа, она резко начинает выделять пот, что еще больше пересушивает ее и способствует развитию воспаления. Возникает краснота, возникает шелушение кожи и вы можете добиться того, что ваша кожа станет чувствительной, проблемной и быстро состарится. То, что мы говорили, чувствительность можно приобрести с возрастом, со временем вернее, то именно умываясь мылом вы можете добиться того, что ваша кожа станет чувствительной. И какими жирными кремами вы потом не мазались, не замазывали это все дело, при каждом умывании кожа будет только усугубляться. Так что очень настоятельно советую отказаться от мыла, тем более, что есть классные средства, которые будут по уходу за лицом, это гели. Итак, переходим дальше. Это уход за кожей вокруг глаз. Снова же, да, вот напомню, средства, которые перечислены были выше, это очистка тоник и ночные крема, они наносятся именно на область вокруг глаз. Вот, уход за кожей вокруг глаз. Для очищения этой области у нас есть специальные средства, средства для снятия макияжа, средства для снятия водостойкой косметики. Область вокруг глаз, еще раз напомню, что она не тонкая, она практически лишена сальных желез, поэтому мимические морщинки здесь образуются довольно-таки рано. И чтобы предотвратить их появление, нужно применять средства с 20 лет. То есть 20 лет стукнуло, все, пользуемся средствами по уходу за глазками. Для снятия макияжа нужно использовать, конечно же, средства, которые предназначены для снятия макияжа для области вокруг глаз. И первое средство, такое сирене в упаковочке, и оно самое популярное, все его практически любят. Код 22860 знаю на память. Оно классно удаляет макияж, мягко ощущает чувствительную кожу вокруг глаз. И, конечно, натуральные ингредиенты, они смягчают и освежают кожу. Что касается для снятия водостойкой косметики с глаз, то это двухфазное средство, которое мягко удаляет водостойкую косметику. И при этом он еще содержит глицерин, который защищает кожу от обезвоживания. Что касается водостойкой косметики, в данном случае у нас это есть туши, то не рекомендуется вообще ежедневно использовать. То есть ежедневно это обычная тушь, ежедневно это средство для снятия макияжа обычное. Это, как говорится, по праздникам, да, или вы решили поплакать, можно красиво накраситься водостойкой косметикой и заниматься любимым делом. Так, средства для, значит, по поводу дополнительного ухода. Маски, скрабы, сыворотки, капсулы, все, что сюда входит. Маски, скрабы. В зависимости от типа кожи мы их наносим снова же. Это, например, раз в неделю маска, то есть, да, можно очередовать. В понедельник мы поскабили личико, в четверг мы его, в общем, нанесли маску. Но это будет хорошо для жирного комбинированного типа кожи. Если же у вас сухой тип кожи, то это делается раз в 10 дней. То есть здесь немножко меньше, да, и в основном это, конечно, будут тоже маски, которые отшелушивают и хорошо питают. Следующие это капсулы. Что такое капсулы, да, и почему они вообще важны? Капсулы не заключает в себе мощный энергетический коктейль, после использования которого кожа выглядит шелковисто-гладкой, нежной, отдохнувшей. Капсулы не делают доставку питательных веществ в глубокие слои кожи. То есть это делают масла, которые входят в эти капсулы, которые к тому же идеально подходят для деликатного массажа лица. То есть с помощью капсулы можно еще сделать классный массаж лица, расслабляющий, который будет способствовать тому, чтобы ваша кожа еще была более упругой. Следующие это сыворотки. Они обладают насыщенным составом, который быстро проникает в глубокие слои кожи. Он способствует укреплению клеток и удержанию влаги в верхнем слое кожи. Поэтому она выглядит ухоженной и гладкой. Сыворотки, как и в принципе, рекомендуется с 25 лет. Применять сыворотки нужно курсами от 2 до 8 недель с перерывом 3-4 месяца. Так как сыворотки не имеют SPF фактора, то их стоит наносить под дневной крем, либо под ночной, либо можно индивидуально без ночного крема. А что касается капсул, они тоже не имеют солнцезащитного фактора. А вообще капсулы тоже, да и сыворотки. В принципе, это вечерний уход. Но по желанию можно наносить и днем, но под ночные кремы. Но капсулы еще будут более плотные по своей текстуре. Поэтому более маслянистые, конечно, лучше всего наносить на ночь. Тем более с хорошим массажем. Особенно если есть кто, чтобы сделал этот массаж для лица. Поэтому почему бы и нет. Так что только вечером можно проводить такие процедуры. Итак, пройдем по нашим средствам, по нашим сериям. Первая серия, которую мы предлагаем, это серия Код чистоты. Она разработана специально для молодежи. Косметика, ухаживающая за жирной кожей, за проблемной кожей, которая нередко встречается в этом возрасте. А формулы СЛЕС разработаны таким образом, что они обеспечивают глубокое ощущение. Они сужают поры, снимают раздражение, регулируют выделение кожного сала, матируют кожу и защищают от бактерий. То есть все, что надо для проблемной кожи в молодом возрасте, если есть высыпание. Что сюда входит? Это гель для умывания, это тоник сужающей поры, матирующий крем, маскирующий, подсушивающий крем для лица. Это гель-скраб для умывания, лосьон-тоник. Гель-скраб подходит, в принципе, для ежедневного использования. Но снова же, если нет высыпания. Потому что если сильное высыпание уже есть на коже, то только просто обычный гель. А если есть высыпание, то гель-скраб еще больше будет углублять эту проблему. Поэтому гель-скраб пока можно, да, вот если высыпание пошли, то отставить, потом вернуться, когда уже немножко решили эту проблему. Также лосьон-тоник, предотвращающий черные точки на лице, то есть тоже, который является проблемой в подростковом возрасте. Также входит очищающая маска, которая предотвращает появление черных точек. Классное антимикробное, это средство, да, которое на основе салициловой кислоты. Они активно борются с черными точками и прыщами. Сужают поры, устраняют жирный брест. Использовать один-два раза в неделю. Скраб и маска для кожи, да, то есть вы видите, под номером один и номером два, оно продается вместе, но наносить его по этапу. Сначала скраб, потом масочку. Экспресс-гель точечного воздействия. Появился прыщик, избавьтесь от него за 8 часов. С помощью простого, но эффективного решения. Именно с помощью экспресс-геля. То есть он за 8 часов уберет то покраснение, которое у вас появилось на коже. И очищающие салфетки. Отлично удаляет загрязнение, матирует кожу, борется со спалениями на лице. То, что, скажем, надо сейчас, особенно летом, протереть кожу, освежить ее, да, и при этом не навредить, то есть не руками, не какой-то там салфеткой, которая непонятно с чего сделана, а именно, которая еще будет предотвращать появление прыщика. То есть самое-самое время для ее пользоваться. Следующая серия. Витаминный уход. Что это за серия, да, что она в себя представляет? Сюда входит ночной крем, дневной крем, гель для кожи вокруг глаз, очищающие средства в одном и скраб. Что делает крема? Сюда входит мультивитаминный комплекс, который обеспечивает кожу необходимой влагой и улучшает цвет лица. Что касается геля вокруг глаз, то он еще и есть освежающим. То есть он освежает кожу вокруг глаз, он снимает отечность вокруг глаз хорошо, то есть, да, он протестирован офтальмологами, не содержит отдушек и обеспечивает моментальный охлаждающий эффект. То есть если вот такая проблема есть, то это средство очень как нахотка, особенно летом, если отеки, да, вот если хочется освежить область вокруг глаз, то вот именно самое оно. Эта серия, да, еще раз повторюсь, она мультивитаминная, классно будет питать витаминами вашу кожу, будет наполнять влагой. Также сюда входит скрабик, который отлично будет очищать ороговевшие клеточки, которые накопились на верхнем слое, который хочется убрать. А серия молоко и мед. Она подходит, в принципе, для любого возраста, для сухой или очень сухой кожи, то есть у кого очень сухая кожа, потому что эта серия действительно очень плотная по своему составу. Вот. Сюда входит мед и молоко, экстракт. На слайде вы можете прочитать, да, какие эффекты эти средства дают, что с этим делать, да, что они восстанавливают и смягчают кожу, это увлажнение кожи, это возвращение ее гладкости, это возвращение сияния кожи. Вот. То есть все, что необходимо, в принципе, для сухого типа кожи, чтобы она просто оживилась, как говорится. Вот. Также сейчас на слайде вы можете видеть пример ухода за лицом, да, вот именно, что касается серии мед и молоко. Можно взять ощущающее средство серии мед и молоко, но тоник мы берем с другой серии, да, вот снова же, потому что здесь тоника нету, а если мы хотим дополнительный уход, то тоник обязательный, а потому что скрабы и маски, и мы наносим между очисткой и между тонизированием. То есть мы кожу очистили с помощью очисточки, потом нанесли скрабик и масочку, а потом мы кожу тонизируем. Вот. Поэтому, поскольку здесь тоника нету, то мы выбираем тоник серии алоэ, он бесспиртовой, то есть можно таким образом комбинировать. Также дневной и ночной уход и уход за кожей вокруг глаз. То есть подходит, в принципе, для любого типа кожи, для сухой или очень сухой кожи. То есть снова же понимаем, да, что комплекса, что лифтинга здесь нету. То есть мы просто будем хорошо питать и восстанавливать кожу. Следующая серия – это спа-уход. Я еще называю спасение для кожи. Это моя тоже самая любимая серия в Reflame. Она используется после 25 лет, максимум один раз в неделю, даже лучше даже раз в 10 дней. Это единственная серия в Reflame, которую надо использовать всю за один вечер. Обычно, да, я говорила, понедельник скраб, четверг маска, то есть чередовать. Это единственная серия, которую можно использовать всю за один вечер. Снова же пунктик. Если у вас нечувствительная кожа. Если кожа чувствительная, то есть эта серия, возможно, вам и не подойдет. Вот. Поэтому лучше ее сначала протестировать. То есть, ну, будьте внимательны. А выравнивать, значит, выровнять кожу, снять с поверхностного слоя эпидермиса разгоревшие клеточки помогут, конечно же, микрочастицы минерала малахита, которые содержатся в скрабе для лица. А натуральный комплекс HydroCare Plus с большим содержанием полезных витамин отлично облажнит и смягчит вашу кожу. Для того, чтобы правильно обновить и очистить верхний слой кожи, нанесите скраб круговыми движениями на увлажненную кожу лица. После этого, конечно, смыть нужно будет водой. А вот глубоко очистить поможет использование очищающей маски. Маска, она содержит минерал тоже малахит, но еще и белую глину, с помощью которых она глубоко чистит кожу от токсичных веществ, от различных выгрязнений, которые глубоко проникли в кожу лица. Маска содержит полезные вещества, которые благоприятно влияют на кожу, защищают лицо от вредных факторов окружающей среды. Масочку наносим, да, когда смырит скрабик, нанесли масочку на 10 минуточек и хорошо смыли водичкой. После процедуры отшелушивания и маски нужно нормализировать гидролипидный барьер кожи. Для этого необходимо использовать восстанавливающую сыворотку, которая еще и питает кожу, улучшает цвет лица. Да, помним, сыворотки 25 лет, в принципе, это вся серия 25 лет можно начинать использовать. А сыворотку, конечно, рекомендуется наносить на очищенную кожу лица. Поскрабировали личико, нанесли масочку, смыли водичкой, потом мы кожу тонизируем, то есть нанесли тоник, и только потом мы идем уже к сыворотке. Ну, а после сыворотки можно это все закрепить, конечно, с кремом с шведским спа, который и дневной, и ночной. То есть, если вы видите на креме, что он подходит и на день, и на ночь, значит, в нем нет спа-фактора. Поэтому, снова же, если это особенно лето, то спа-фактора нету, и защиты ваше лицо от фотостарения просто этой защиты не будет. Поэтому будьте обязательно внимательны в этом плане. Так, следующая серия наша, это серия Love Nature. Это новая серия от 5 растительных экстрактов, которые входят в эту серию. Эта серия, она особая серия, от Wariflame, она создана специалистами на основе 100% органических экстрактов растений. Что сюда входит в эту серию? Это разные серии, это будет 5 серий. Это алоэ вера, это шиповник, это виноград, это чайное дерево и ромашка. Итак, первый, это алоэ, который будет хорошо подходить для комбинированного и нормального типа кожи. Нормальный тип кожи мы помним, да, мы уже говорили, комбинированный тип кожи. Помним, лоб, нос, подбородок будет жирненький. Вот, что делает экстракт алоэ, да, он очень хорошо восстанавливает естественный баланс кожи. То есть, тоник, хочу отметить, здесь бесспиртовой. То есть, тоже немаловажно, у кого вдруг, тоже нормальная, но кожа, но немного чувствительная. Сюда входит легкий увлажняющий гель, нежный гель пенка для умывания, тоник, который сохраняет необходимый пиаш кожи и гель для век освежающий. Вот, то есть, очень хорошая, для у кого нормальный тип кожи, для у кого комбинированный, да, и плюс большой в том, что тоник не содержит спиртика, поэтому очень хорошо. Также, в принципе, можно брать, для у кого комбинированное, но чувствительность немножко есть, да, вот какие-то покраснения бывают. Следующая серия, это чайное дерево. Она отлично подходит для жирного типа кожи.